Армия в беде не бросает. Армия в беде не бросает битва с последствиями тяжелого наводнения в Иркутской области продолжается. Армия России всегда была и будет вместе с народом, и единство это особенно ощутимо в дни суровых испытаний. Когда на жителей сибирского города Тулуна и прилегающих сел обрушилось грозное природное бедствие, военное ведомство одним из первых протянуло им руку помощи. Сейчас стихия отступила, и город, как раненое животное, медленно зализывает раны. На центральной улице Ленина, где еще неделю назад плескалась вода, бабушки торгуют зеленью с огородов, избежавших потопа. Рядом волонтеры в ярких куртках и с метлами помогают городским службам вернуть городу прежнюю опрятность. Всюду пешие полицейские патрули. Магазины и кафе вернулись к прежнему режиму работы. И только с затопленных подвалов зданий все еще несет затхлой сыростью. Совсем рядом, вниз по улицам Юбилейной и Речной, совсем иная картина тут словно мамай прошел. На месте был их строение остатки строительного мусора, в которых роются отчаявшиеся хозяева снесенных стихий и домов в попытке отыскать хоть что-то из пропавшей домашней утвари. Зато много деревянных домов можно увидеть вдоль обочины объездной улицы, где вокруг раньше были сплошные пустыри. Вид устроений, унесенных водой, такой, будто ими долго играли в футбол. В городе есть свет, но не работает водопровод. Это, мягко говоря, настоящая коммунальная катастрофа. И благо, что на дворе июль, а не декабрь. Штаб оперативной группировки Министерства обороны России в Тулуне временно расположился в здании районной библиотеки. На крыльце бдительные военные полицейские в красных беретах. Первая комната слева по коридору пункт управления, где, на первый взгляд, настоящее брауновское движение людей в форме. Сколько единиц техники? Не слышно, повторите. Уточняет по телефону оперативный дежурный. Отсюда уходит команда в районы выполнения задачи к местам дислокации подразделения группировки, состав которой постоянно меняется. На подмогу военнослужащим Центрального военного округа прибыли подразделения и сводные отряды Восточного военного округа и РВСН. На момент подготовки материала в Тулуне и его окрестностях была сосредоточена группировка около тысячи военнослужащих, больше половины из состава ЦВА, около 300 единиц специальной и военной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8, а также два расчета беспилотных летательных аппаратов. Первыми в район бедствия прибыли военнослужащие мотострелкового соединения из Кемеровской области. Отделение плавающих транспортеров вместе с машинами обеспечения привел в Тулуну начальник инженерной службы соединения подполковник Владимир Басов. Колонна из 20 единиц техники своим ходом менее чем за двое суток преодолела 1279 километров и вошла в город вечером 30 июня, в тот момент, когда еще вовсю бушевала водная стихия. Река Ия, выйдя из берегов, поделила город на две части по берегам, левую и правую, прервав между ними сообщение. Остановилось движение на федеральной автотрассе, в Тулуне отключили электричество, прекратилась подача воды. Когда пришли военные, население города сразу воспряло духом. «Люди поняли, что они не одни, их в беде не бросят», вспоминает Наталья Коробейникова, военный комиссар города и района. «К слову, единственная в Иркутской области женщина-военный комиссар. В первые дни стихийного бедствия ей пришлось взять на себя нелегкую задачу по размещению и расквартированию в Тулуне прибывающих войск. А уже с утра 1 июля на окраине правой части города был развернут полевой хлебозавод соединения материально-технического обеспечения с мощностью выпекания до 6 тонн хлеба в сутки. Ему из Кемеровской области пришлось добираться в Тулуна кружным путем, сначала в аэропорт Толмачева в Новосибирске, затем военным бортом его перебросили на аэродром в Иркутской области, далее своим ходом. «Трудно представить, что бы могло случиться, если бы Армения развернула в Тулуне станции комплексной очистки питьевой воды. В пятницу мы вернулись с учений, а в субботу получили новую задачу отправиться в район стихийного бедствия», — говорит начальник полевого хлебозавода Алексей Ярышев. «Выехали рано утром в воскресенье. По штатному расписанию у нас все должности заняты гражданским персоналом. В основном это женщины, но вели они себя по-мужски. Почти сутки не спали, пока были в дороге, держались замечательно». В 9 утра 1 июля, завершив проверку техники, подчиненные подполковника Басота начали эвакуацию населения на плавающих транспортерах, ПТС. Связь между левой и правой частями города была восстановлена. «Работали два ПТС», — уточняет Владимир Витальевич Басов. «Механики водители старший сержант Константин Гизи и старший прапорщик Александр Бобин. Драйва им хватило, думаю, на всю оставшуюся жизнь. Течение реки стремительное. Одно неверное движение и машину начинает кружить по воде. Рядом на скорости несутся деревья. А где-то там внизу, под водой, остатки домов, столбы электропередачи, их тоже надо не задеть днищем». В общем, и люди, и машины работали на пределе своих сил. К исходу 1 июля наводнение резко пошло на убыль. Стало возможным движение по мосту, соответственно, заработала федеральная автотрасса. Штаб оперативной группировки во главе с заместителем командующего войсками Центрального военного округа генерал-майором Евгением Поплавским. Постоянно наращивая силы и средства, одновременно решал задачи, с которыми не могли справиться местные власти. Самой болезненной проблемой для города оставалось обеспечение чистой водой. Даже трудно представить, что бы могло случиться, если бы Армения развернула в Тулуне станции комплексной очистки питьевой воды и пункт водообеспечения населения. Сегодня в городе с утра и до позднего вечера работают 10 точек разлива питьевой воды и еще 16 технической. По самым скромным по счетам, ежесуточно населению доставляется около 500 тонн как питьевой, так и воды для бытовых нужд. Один пункт водообеспечения расположен недалеко от штаба группировки. С автоцистерны воду разливают всем желающим, и поток людей сюда не прекращается. «Мы здесь с утра и до позднего вечера», — объясняет старший прапорщик Михаил Кораблев, командир взвода подразделения подвоза водосоединения материально-технического обеспечения Центрального военного округа. В цистерне 10 кубометров воды, но расходится она быстро. Поэтому иногда в день приходится делать до четырех рейсов. Все здесь работают на совесть, не жалея себя, говорят, людей очень жалко. Особенно тяжело смотреть, как бабушки идут с неподъемными ведрами. Поэтому стараются хоть как-то приободрить, иной раз и теплое слово лишним не бывает. Не менее серьезная угроза для населения района стихийного бедствия опасность эпидемии. Вода спала, но оставшийся мусор, трупы домашних животных, содержимое выгребных ям все вымыло вдоль побережья. Армия России и тут не осталась в стороне. Многие силы и средства брошены на решение этой проблемы. В Тулуне сейчас развернута мобильная диагностическая биологическая лаборатория вместе с машиной биологической разведки. На этой уникальной технике, которую в стране можно по пальцам пересчитать, трудятся специалисты 48-го ЦНЕ и Минобороны России. «Наше оборудование позволяет произвести анализ проб воды и грунта за очень короткий промежуток времени, до 4 часов», объясняет старший мобильной диагностической группы полковник медицинской службы Алексей Суслопаров. Как утверждают специалисты-биологи, эпидемия городу, к счастью, пока не грозит. Но чтобы надежда не обернулась с сожалением, шесть военных врачебно-сестринских бригад непрерывно проводят вакцинацию местных жителей и военнослужащих от брюшного тифа и гепатита. Две бригады работают в передвижном медицинском пункте на улице Речной. Благодаря их работе уже вакцинировано свыше 40 местных жителей, но, как все понимают, это капля в море. Здесь же, на Речной, бойцы гвардейского мотострелкового Волгоградско-Киевского соединения, утопая в трясине возле берега, расчищают завалы, возникшие в результате наводнения. Тут же, на берегу, сиротливая утится пара деревянных домов, принесенных наводнением. Они сильно мешают работе, но что делать? Ведь хозяева не найдены, а без них ломать нельзя. Еще утром, рассказывают бойцы, возле затерянных избушек крутились какие-то подозрительные личности, но появление наряда военной полиции, похоже, спугнуло желающих поживиться оставленным. Представители местной администрации, к слову, отмечают профессионализм личного состава сводного отряда военной полиции Центрального военного округа во главе с капитаном Сергеем Юрьевым. Военные полицейские ограждают места нахождения трупов животных или других опасных находок, оповещают местное население о работе прививочных пунктов и пунктов раздачи воды и хлеба, строго следят за порядком. Александр Ивановский